МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была в Москве, и обязательно, чтобы как минимум неделю проводили уже в своих регионах. Верно? Таким образом получается? Ну да. В значительной степени Государственная Дума изменила свой регламент. Три недели теперь депутаты работают в Государственной Думе, и одну неделю работают каждый в субъекте. У кого сколько субъектов? У кого сколько субъектов? У вас получается сейчас не один Алтайский край, а сколько? Пять у вас субъектов? У меня пять субъектов. От четырех я баллотировался, и один нагрузку в Новосибирскую область. То есть у вас теперь Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область, Республика Тува, Хакасия. Такая большая зона хватает? Внимание. Я даже не могу пока представить, насколько большая, и как осуществлять полномочия. Более того, вот сейчас нам с Нового года добавили еще двух помощников, потому что с тем количеством помощников осуществлять полномочия было нереально. У депутатов Госдумы пять помощников, но двое это те, которые... И сейчас добавили еще двух. Пока сложно, значит, эту тему обсуждать, потому что есть проблемы с общественными приемными. Значит, то, что у нас было наработано все-таки уже 10 лет в Государственной Думе, помощники, которые у нас работали вот в Алтае, два помощника, потому что огромное количество обращений, около полутора тысяч было в сентябре месяце вот на выборы Государственной Думы. И Алтайский край выстроен, да, вот взяли помощника мы в Республике Алтай. Все остальное пока еще в таком состоянии нужно решать проблемы с выделением кабинета. Фактически нужно сейчас строить ту систему партийной работы на местах, точнее, даже не партийной работы, а систему работы депутата Государственной Думы на местах. Но здесь Алтайский опыт, я так полагаю, пригождается. Вы по образу и подобию того, что в Алтайском крае было создано, строите сейчас вот в этих регионах свою систему работы? Знаете, сложно сказать, потому что каждый регион имеет свою специфику. Вот в Алтайском крае наработана достаточно хорошая практика, и люди к нам идут, потому что многим очень помогаем. Остальные субъекты пока мы дали такой циркуляр, чтобы обращались в Государственную Думу на имя моей общественной приемной в Государственной Думе, значит, или, значит, к лидеру партии, а потом уже сбрасывали на меня. А вертикали уже информация приходила. Значит, ну, количество обращений совершенно мизерное. Не знаю, с чем связано, я думаю, что в процессе разберемся. Хорошо, а времени-то хватает на Алтайский край? Получается, пять регионов за неделю? Сложно сказать. Все же знают, что депутаты осуществляют две функции – представительную и законодательную. Значит, политика сегодня – это в значительно большей степени законодательная функция, потому что очень много законопроектов еще с прошлых периодов, некоторые до десяти лет лежат. Остались нерассмотрены, да. Да, и поставлена задача в весеннюю сессию нам, вы знаете, о том, что каникулы у нас сократили, то есть наш отпуск будет только в августе месяце, а все остальное время мы работаем. И это нормально, потому что я считаю, что вся политика, которая ведется, она ведется на укреплении имиджа позиций государства, как главного законодательного органа в стране. Государственная Дума. Да, да, у нас. Но сейчас при этом же все равно меняется система взаимоотношений между депутатами Государственной Думы и местными органами власти. Буквально в первые недели или две после того, как было определено, кто будет представлять Алтайский край в Государственной Думе, губернатор региона Александр Карлин проводил встречи, консультации с тем, чтобы депутаты Государственной Думы работали в связке, и как-то была вот эта единая работа, направленная на реализацию интересов Алтайского края, не только проводимая органами исполнительной власти, но и поддерживаемая депутатами Государственной Думы. Вот здесь удается с коллегами сейчас как-то более тесно взаимодействовать, чтобы именно интересы региона нашего были представлены. Да, мы после выборов, значит, 18 сентября все встречались с губернатором Алтайского края. Александр Богданович прекрасно понимает, что сегодня лоббизм депутатов очень мизерный. Хотелось бы больше. Потому как в большинстве своем правительство все функции забрало на себя, и львиную долю выполняет, конечно, губернатор. Депутаты Государственной Думы практически не могут влиять ни на какие процессы, связанные с отношениями между регионом и федеральным центром. Да, значит, ну, во-первых, партийная дисциплина, она очень жесткая, да, и даже законопроекты, которые рассматриваются, вот, из опыта скажу, депутаты Государственной Думы, представляя законопроект своего субъекта, без представителя субъекта, даже не голосуют за него, а поддерживают позицию комитета и поддерживают позицию фракции. Ну, то есть федеральная структура власти, вот эта вертикаль, она приносит свое влияние. Она превалирует над всем. Но в этом смысле и важнее какая-то скоординированная работа между вами. У вас же сейчас 10 депутатов, Алтайский край, по сути, представляет рекордное количество, и органами исполнительной власти региона, для того, чтобы все-таки не забыли регионы, чтобы принимались законопроекты, которые нам в первую очередь необходимы, ну, и подобным регионам. Вот здесь все-таки есть положительная тенденция сбеги? Ну, скажу, что все депутаты однозначно поддержали, значит, те дотации федерального центра, которые были брошены на субъекты, мы давно этого добивались, и считаю, что это большая победа такая, да. Мы не согласны с тем, что в новый бюджет была опять, значит, принята цена на нефть 40 долларов, а мы видим, что цена, ну, мы как фракция «Справедливая Россия», в данном случае скажу от себя, значит, и мы категорически против бюджетов федерального голосования. Здесь, на уровне края, наша фракция бюджет поддержала, потому что я считаю, что это самый лучший бюджет из-за физпериад, который 10 лет я депутат Государственной Думы. Значит, мы посмотрели его, значит, и руководитель фракции в законодательном собрании, Александр Молотов, выступил, и мы поддержали бюджет. На федеральном уровне наша фракция голосовала против, потому что мы считаем совершенно неправильно, значит, это опять та же практика, как было до кризиса, значит, определяет правительство цену на нефть прогнозную 40 долларов, и всю разницу они будут опять отправлять в фонды. Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что это отъем средств у развития нашего государства, это наша убежденная позиция. Я не понимаю, конечно, позицию правительства, накапливать эту подушку, потом ее съедать. Я считаю, что деньги, которые зарабатывают, нужно вкладывать в развитие, чтобы завтра, значит, не попадать в кризис, а стабильно, чтобы государство развивалось. Значит, наша убежденная позиция, что так значительно правильнее, значит, было бы. Ну и в этом смысле, тем интереснее, тем привлекательнее, получается, выглядит региональный бюджет, который вы поддержали. Да. Но, опять же, вот смотрите, те деньги, которые свыше 40, они там 55-58 долларов доходило. То есть вот эти все 15-18 долларов, они фактически будут отправляться опять в фонды, а могли отправляться на развитие регионов. То есть, чтобы регионы... Ну, хорошо, у нас позиция губернатора, значит, очень жесткая, значит, финансовая дисциплина. Он не берет, не позволяет финансовому блоку кредитоваться в коммерческих банках, значит, за это получает... Это край хвалят. Да, да. И федеральный центр в том числе. Нет, я понимаю, да. Но задать вопрос губернатору, вам нужны средства, он скажет, конечно, нужны. У нас совсем мало времени остается. Буквально основные задачи вот вашего нынешнего приезда в Алтайском крае. Ну, во-первых, осуществление полномочий депутата Государственной Думы, встреча с людьми, которые попали в тяжелые жизненные ситуации, которые, значит, имеют разную позицию, значит, с действующей властью на местах, таких обращений очень много. Значит, со всеми обращениями нужно разобраться, с людьми встретиться, поговорить. Следующее, это у нас совет сегодня будет в партии «Справедливая Россия» в Алтай, значит. Ну, и подготовка к выборам. У нас в крае больше шести тысяч выборов. Очень серьезные выборы ожидаются, крупные за последнее время. Да, это, собственно, и жизнь политической партии, участие в выборах победа, в выборах создания социальных лифтов, для того, чтобы те люди, которые участвуют в партии, имели возможность развиваться, не уезжали с края, значит, а укрепляли наш любимый край. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня. Благодарю всех, кто смотрел нашу передачу. Надеюсь, что каждый человек услышал для себя то, что хотел. Спасибо вам большое. Это был диалог с депутатом Государственной Думы Александром Терентьевым. До свидания.